Менее чем за месяц с начала работы пограничного поста на въезде в город, сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции проверили более 10 тысяч автомобилей. Почти 500 из них так и не въехали в город. Около 800 человек не попали в Новую Рингой. Об этом рассказал руководитель пресс-службы окружного управления Министерства внутренних дел России Светлана Смолева. Для тех, кто не зарегистрирован в Новую Рингой, въезд в пограничную зону возможен только по специальному пропуску. Надежда Печоркина продолжит тему. Даже очередной триллион уренгойского газа не выводил упоминания о нашем городе на ленты ведущих информационных агентств в таком количестве, как высказывание блогера об ограниченном въезде. Снежный ком сообщений разной тональности покатился по стране, хотя основания для многих комментариев попросту не было. Новый Рингой, он не закрыт, не закрывался и закрываться не собирается. Мы выполняем нормы федерального законодательства в данной ситуации. В 2006 году был утвержден приказ ФСБ и город Новый Рингой вошел в перечень районов, которые являются пограничными. Нормативный документ появился давно, но пока не было достаточных условий для его реализации, об этом узнали не все. Сегодня с уточнением информации проблемы быть не должно. В соответствии с приказом директора ФСБ России от 16 июня 2006 года номер 278 о пределах пограничной зоны на территории Ямала-Ненецкого автономного округа были установлены пределы пограничной зоны, которые сейчас действуют. Следует сказать, что постоянные жители Нового Рингоя эту информацию приняли с одобрением. Сколько этих иммигрантов и что делают? Что делают? Неужели? Значит, своим, те, которые приехали в Уренгое еще, бог знает когда, работы нету для коренных жителей. А приезжим, пожалуйста. Может быть, какой-то порядок у нас будет? Я знаю, что ограничен въезд в город. Но я думаю, с одной стороны, это правильно. Почему? Почему? Ну, тогда не будет, наверное, преступлений, которые сейчас у нас в городе происходят. Ну и люди осознанно будут приезжать на работу. Не просто так. Приемный представитель губернатора – все послания главы региона, в которых он каждый раз обозначает направление развития округа. В этом году Дмитрий Кобылкин уделил особое внимание вопросам безопасности. Сегодня механизм, он еще недостаточно отработан. И мы должны наработать эту практику. То есть мы начали в октябре месяце сотрудничать. И сейчас глава Новой Ринго. Создана рабочая группа. И мы совместно работаем и думаем, каким образом помочь, опять же, федеральным структурам, пограничникам выполнять этот закон. То есть мы еще раз говорю, что мы выполняем роль оператора в данной ситуации. Принимать нововведения всегда трудно. Но если они направлены на улучшение общей обстановки, нужно относиться к ним с пониманием. Обо всех особенностях езда в город и оформления пропусков можно узнать на сайтах администрации Нового Рингоя и пограничных управлений. Надежда Печоркина, Иван Фролов, Антон Берестянский. Служба новостей. Импульс.